То понимание, которое возникает между нами в этой аудитории, те вопросы, которые задают с вами острые и жизненные, ложатся в основу нашей деятельности. Открытая власть в действии. Во встрече с жителями микрорайона Чкаловский приняли участие Алексей Валов и депутат Мособлдома Владимир Шапкин. Депутаты при распределении областного бюджета помогают муниципалитетам решать приоритетные задачи. Так, за счет дополнительных поступлений увеличено финансирование программы восстановления инфраструктуры бывших военных городков, плюс к уже выделенным на этот год 7,5 миллиардам. Бюджет начал расти, распределили, и из них 1,8 миллиарда рублей направили на программу модернизации военных городков. Я думаю, как раз это очень касается микрорайона Чкаловский. Чкаловский городской район, поэтому и специфика вопросов соответствующая. Благоустройство, ремонт дорог, работа управляющих компаний, программа капитального ремонта домов. Но есть несколько общих и масштабных. Новая Чкаловская эстакада разгрузила переезд через железную дорогу. Но схемы движения пешеходов и транспортная логистика требуют доработки. Вопрос, по словам Алексея Валова, на контроле у губернатора. Свои предложения в ГУДХа представили. Последний раз губернатор заслушал нас два месяца назад. На данный момент ГУДХа переработал проект и дорожное движение, и пешеходные логистики. Мы его отвергли. Он опять как бы не подходит под те потоки пешеходные, которые мы понимаем там существуют. Сейчас опять его перерабатывают. Как только он будет переработан, мы вынесем его на общественное обсуждение, увидите и коррективы внесете. Спросили жителей о сроках строительства дублера Щелковского шоссе. Вопрос глобальный, быстро не решается. Сейчас решен главный вопрос. Нам дали добро на то, чтобы откадастрировать, а это делает Федеральное министерство экологии и природопользования, четырехкилометровый коридор через национальный парк Лосиный остров. Сейчас эта работа идет. Это понимание правительства Российской Федерации о том, чтобы выделить средства на строительство дороги. Единственное, они поставили условие, что город, Щелковский район должен иметь единый бюджет. Потому что мы, получается, должны сфинансировать частью небольшой строительства этой дороги. Пока не объединимся, говорить о том, чтобы будет какая-то дорога, за счет федеральных средств вряд ли состоится это. Многие жители Чкаловского спрашивали про незаконченное в прошлом году и ушедшее в зиму асфальтирование дорог и дворов. По словам Алексея Валова, денег подрядчик за свою халтуру не получил. Мы прозвучали на последнем ВКС, что не оплатили муниципальные контракты, но я их и оплачивать не буду. Я, опять же, прошу прощения за тех негодяев, которые пришли, выиграли торги и потом ничего не делали. Мы им актов выполненных работ не подписали. И в этом году сделаем все возможное, чтобы в установленные погодными условиями сроки эти работы закончить. Уже сами. На этот год утверждены программы ремонта дорог, капремонта многоквартирных домов, комплексного благоустройства дворов. В них ответы на многие вопросы жителей Чкаловского. Автомобильная дорога будет сделана по улице Алковского протяженностью 3720 метров на сумму 4,419 миллионов рублей. Это будет сделано. Еще один вопрос, поднятый на встрече – строительство второго корпуса школы номер 11. Сейчас в 11 школе учится уже порядка около 600 человек. И с учетом того, что близлежащий район еще расширяется, то в ближайшем будущем даже уже этой школы не хватит. По словам зама руководителя администрации Никиты Никулина, проект отклонила экспертиза. Разрабатывается новый вариант школы на 550 мест. В ближайшие полгода будет запроектирована эта школа и пройдена новая экспертиза. После чего начнется строительство. Деньги на эту школу выделены, то есть на первые заложено 16 миллионов. У нас большая заинтересованность в том, чтобы рядом с 11 школой была построена новая школа. Чтобы детки ходили в одну смену. У нас не хватает детских садиков в микрорайоне Чкаловска, минимум трех. Мы работаем еще и над этим вопросом. Формат встречи – один час вопросов и ответов. Всем желающим этого времени, конечно, не хватит. Алексей Валов призвал жителей активнее пользоваться социальными сетями. В интернете районные власти всегда открыты для общения. Алексей Валов пообещал жителям Чкаловского приехать в конце сентября. Рассказать о том, что сделано за это лето, услышать оценку работы администрации района. Хочу сказать спасибо большое за то, что вы открыты для людей. За то, что вы выполняете довольно сложную работу. Многие вопросы решаете оперативно. Ирина Микеда, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова